Добрый день, еще раз уважаемые участники нашей зимней исторической школы, наши гости дорогие, организаторы нашей международной зимней исторической школы. Сейчас у нас, как может быть это не грустно, но завершается работа нашей школы, которая, я уверен, у каждого из вас оставила очень глубокий след в душе и каждому дала очень богатый материал для размышления. Хотел кратко подвести некоторые итоги работы нашей школы. Наша школа проходила в период с 15 по 18 декабря. Организаторами зимней исторической школы стали Российско-историческое общество, Фонд истории Отечества, Казанский федеральный университет, Институт культурного наследия и управления и Болгарско-исламская академия. Работа зимней школы прошла под эгидой представительства Российской Федерации при Совете Европы. Заявленная повестка международной зимней школы состоялась полностью. За четыре дня работы школы было проведено 16 вебинаров, которые провели ведущие отечественные истории, ректора вузов, директора академических институтов, и следователи зарубежных научных центров. Участники зимней школы обсудили вопросы исторической памяти о Второй мировой войне, преступлений нацистов на оккупированных территориях Советского Союза, ключевые проблемы, связанные с политикой великих держав накануне Второй мировой войны. Кроме научных вебинаров, на площадке зимней исторической школы состоялось четыре интерактивных занятия, была проведена выставка «Страницы Великой войны», состоялось посещение трех музеев, просмотры и обсуждение хронико-документального фильма. Участники школы возложили цветы к монументу героев Великой Отечественной войны и памятному знаку Казанского обвода. Особенностью работы этой зимней школы стало ее одновременное проведение как в очном, так и в онлайн-формате. На площадке Болгарской академии очно присутствовало 50 студентов. Одновременно с ними на площадках Teams и Zoom в работе зимней школы приняли участие 1783 уникальных участников, в том числе 1118 иностранных участников и 665 российских участников. И таким образом, общее число участников зимней школы составило более 1830 человек. В работе зимней школы приняли участие иностранные студенты, обучающиеся в различных вузах Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Болгара. Участники зимней исторической школы представляют 19 иностранных государств. Это молодые люди из Франции, Болгарии, Белоруссии, Бенина, Колумбии, Перу, Китая, Индонезии, Турции, Индии, Афганистана, Ирака, Сирии, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Всего за время работы школы произошло порядка 8,5 тысяч подключений в сети интернет. В среднем во время каждого вебинара нашей школы происходило более 350 подключений уникальных, подчеркиваю это, уникальных пользователей. Нашими рекордами стали участие в онлайн-семинаре, проведенном Советом Европы в Страсбурге, где было 569 подключений, и открытие нашей зимней исторической школы 16 декабря, когда к нашей площадке подключилось 477 уникальных подключений. Вот вкратце та информация, что, собственно, прошло во время работы нашей международной зимней исторической школы. Вы все сами прекрасно видели, какой высокий, какой замечательный уровень был и подготовки нашей зимней школы, и, самое главное, уровень научных обсуждений, лекторов, которые выступали перед нами, и тех научно-образовательных вебинаров, которые прошли на площадке нашей школы. А сейчас для того, чтобы закрыть работу, завершить работу нашей международной зимней исторической школы, я бы хотел предоставить слово Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Российского исторического общества, председателю Совета Фонда История Отечества, который обратится ко всем участникам со своим видеообращением. Дорогие друзья, Международная зимняя школа Российского исторического общества, находящая в Татарстане, в Древнем Болгарии, объединила более 50 студентов из разных стран, активных и деятельных молодых людей, интересующихся Россией, ее историей, культурой и языком. Все эти дни около тысячи человек следили за занятиями школы в режиме онлайн, что говорит нам о востребованности этого формата. Думаю, в будущем такие встречи вполне могут стать доброй традицией. В этом году весь мир отметил 75-ю годовщину Великой Победы. Поэтому вполне закономерно, что программа школы в этот раз посвящена Второй мировой войне. Даже сегодня, спустя многие десятилетия, глобальные последствия этого конфликта по-прежнему оказывают огромное влияние на судьбы мира, формируют наши представления о должном и недопустимом международной политике. Чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем чаще призываем мы не забывать о ее уроках. Однако, чтобы о чем-то помнить, необходимо об этом знать, владеть всей полнотой проверенной и актуальной информации. Для этого на протяжении четырех дней перед вами выступали ведущие российские историки, представители крупнейших музеев и архивов, университетов и академических институтов. Слушая лекции и общаясь между собой, вы обрели новые знания и знакомства. Убежден, что они будут вам полезны, помогут лучше ориентироваться в современных информационных потоках, глубже понимать нашу страну, отличать правду от вымысла. Надеюсь, что с годами вы не утратите живого интереса к российской истории, а, напротив, продолжите ее изучение, опираясь на подлинные источники, грамотно написанные книги и проверенные интернет-ресурсы. Российское историческое общество всегда будет готово вам в этом помочь. От всей души желаю вам новых успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. Хотел бы отметить, что работа нашей зимней исторической школы во многом стала возможной именно благодаря поддержке Сергея Евгеньевича. Далее я хотел бы предоставить слово для обращения, уже не первого обращения к участникам зимней исторической школы, но для подведения определенных итогов нашей работы, Денису Валерьевичу Фомину Нилову, члену Совета Российского исторического общества, ректору Государственного академического университета гуманитарных наук. Спасибо большое. Как говорится, к счастью, могу открыть личико. Вы знаете, я посмотрел программу, когда я подумал, что наши казанские организаторы собираются просто взорвать всем мозг буквально, потому что, честно говоря, сейчас, особенно в Москве, в наших московских университетах с марта народ практически ушел в дистантную форму обучения, только в сентябре был, ну, в сентябре и начало октября был режим такого реального обучения в аудиториях, потом опять все ушли в дистант, и за эти месяцы и студенты, и преподаватели уже так обленились, что, ну, все понимают, что кладут телефоны рядом с подушкой, и внимательно слушают, лежа в кроватке, что там вещает профессор, с трудом откликаясь на обращение через Zoom или Teams. Так вот, а тут такая программа с утра до вечера, интенсивная, насыщенная, и я, когда ехал вчера сюда, я думал, что здесь увижу уже, что вы все обессиленные, утомленные, практически в отключке, сидите за партами или вообще спите. Но по глазам, которые все-таки видны, несмотря на маски на ваших лицах, я вижу, что вы не только не устали, вы сохранили трезвость ума и интерес у вас в глазах, с искрами, а это значит, что школа удалась. Это значит, что школа удалась, она была, видно по вашим глазам, интересной. Каждый, конечно же, услышал что-то свое. Мы понимаем, что каждый человек, он уникален, и одна и та же вроде бы информация до каждого доходит по-разному и по-разному интерпретируется в сознании. Но в то же время я надеюсь, что все-таки информация была полезной, и эти знания, которые вы получили, вам пригодятся в жизни. Желаю вам успехов и надеюсь, что многими из вас мы еще будем встречаться на летних школах и потом другой зимней школе следующего года, которую планирует Российское историческое общество проводить. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Сейчас я хотел бы предоставить слово директору Института международных отношений Казанского федерального университета, поскольку именно Институт международных отношений Казанский федеральный университет в целом стал одним из основных организаторов этой зимней исторической школы. Итак, я предоставляю слово Рамилю Равиловичу Кырудинову, директору Института международных отношений. Благодарю. Спасибо огромное. Добрый день, ребята. Мне приятно видеть вас, знакомые лица. То, что проводим мы, первую школу, Казанский университет, Республика Татарстан, это далеко не случайно. Дело в том, что, собственно, делом доказали свои возможности и способности. Тем более мы не сомневались о ваших талантах, о ваших возможностях, потому что по-прежнему считаю, что Казанский федеральный университет, несмотря на все достоинства наших и столичных вузов, представляет собой очень серьезный международный исследовательский университет, в котором собраны лучшие представители на самых различных стран мира. Вы знаете, об этом уже не раз говорилось, о том, что иностранных студентов в Казанском университете больше, чем где-либо в России, достигает цифра почти 11 тысяч. Но это свидетельство не только интереса к нашему университету, но и тот факт, что Казань становится центром притяжения наиболее талантливых ребят, которые хотят серьезно заниматься наукой, преуспеть в своей профессии, в творчестве. Поэтому предложение Российского исторического общества о проведении первой зимней школы вызвало желание обязательно в этом участвовать. Дело в том, что Казанский университет является основой и для отделения Российского исторического общества в Казани. Речь идет о том, что мы вообще-то вторые после Санкт-Петербургского отделения. Казанское отделение открылось уже в далеком 2013 году, и за эти годы реализовано огромное количество знаковых и интересных проектов. Но и опять-таки не случайно, что мы с вами встретились в Болгаре. И хотелось действительно. Казани – это замечательно, но это родная для вас среда. И очень важно было вас вывести из этого равновесия, приехать в место высокой культуры, духовности. Мы с вами работаем сейчас в стенах Болгарской исламской академии. То есть здесь есть возможность сосредоточиться на этом небольшом пространстве. Происходит и общение, происходит и дискуссия. И есть возможность увидеть другой мир. Это не только городская цивилизация. Это вот и есть, собственно, Россия, Татарстан. Я благодарю вас всех, ребята. Дело в том, что внимательно просматриваю каждый вебинар. Я слышал ваши вопросы и понимаю, что вы восприняли не только сердцем, но и для многих стало откровением. Вот сегодня был об этом сказан наш индонезийский друг говорил о том, что открыты новые страницы. Никогда мы об этом не задумывались. И задача этой школы была, как об этом сегодня справедливо говорил председатель правления Российского исторического общества Константин Ильич, донести правду. Та правда, которая есть, была, но, к сожалению, в последние годы уходила со страниц книг, из интервью политиков и так далее. Очень важно заниматься не пропагандой, очень важно говорить честно и откровенно о том, что нас волнует. И эта тема, 75-летие победы, ведь посвящен был весь год, наверное, тоже абсолютно правильный шаг. Именно с этого и следовало начинать. Это великие мировые события, которые повлияли на судьбы каждого этноса, каждой нации, каждого континента. И я повторюсь, я очень горжусь вами. Мне кажется, что сейчас очень важно сохранить основу. Дело в том, что нельзя завершать проект, перевернув страницу. Надо из этого создавать ту группу проектную, которая действительно сможет работать, развиваясь дальше. Поэтому я призываю вас, ребята, действительно по возвращению и в Казань, и в Москву, и в Нижний Новгород, и в свои города и страны, вновь вернуться, чтобы нас объединило. Я готов и в рамках уже работы Казанского отделения, Российского исторического общества, предоставлять такие же площадки, собирать вас вновь на подобные школы, с тем, чтобы у вас появилась и потребность, и желание реализовывать эти проекты здесь, в Татарстане. Спасибо большое. И я надеюсь, что это наша совсем не последняя встреча. Благодарю вас. Спасибо, Ромир Авилович. А теперь я хотел бы предоставить слово хозяевам нашей площадки. Все эти дни гостеприимны были открыты двери для наших участников, двери Болгарской Исламской Академии, и поэтому я хотел бы предоставить слово Ильдару Жамиловичу Салахову, для того, чтобы он тоже обратился к нашим участникам. Ильдару Жамиловичу Саламу Алейкум, ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые участники и организаторы зимней исторической школы. Прежде всего, позвольте от имени ректора Болгарской Исламской Академии и от себя лично поблагодарить организаторов данного мероприятия за оказанное доверие в проведение столь огромного, очень важного и представительного международного мероприятия. Для нас большая честь вас принимать здесь и быть частью этого процесса, где обсуждались уже в течение нескольких дней, обсуждались многие научно-практические вопросы, посвященные исторической памяти Великой Отечественной войны. Сегодня уже по истечении 75 лет те события, трагические события, которые происходили во время Великой Отечественной войны, они уже немного уходят в историю. Такое ощущение создается. Но они кажутся для кого-то, может быть, чем-то далеким, уже и нереальным, может быть, кому-то кажется. Но мы не должны забывать вот эти преступления, это зло. Зло не должно иметь срока давности, так как вот эти жертвы, принесенные нашими народами, слишком велики, чтобы забывать о них. В Священном Коране неслучайно убийство одного человека по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества. И Всевышний создал наш мир таким образом, что трагедия одного человека имеет резонос во всем мире. И я считаю, что это правильно, что все люди должны руководствоваться всегда этим принципом. Мы чтим бесчисленные жертвы, принесенные во время Второй мировой войны. Однако, к сожалению, сегодня наблюдаем все чаще и чаще, что молодежь разных стран на себе примеряет символы вот этой идеологии, которая когда-то, в 30-е, 40-е годы, еще строила лагеря, уничтожала массу людей, их же собратьев, их же предков, возможно. И поэтому вот эту проблему нужно всегда иметь в виду и всегда нужно бороться против того, чтобы эта идеология проникала на нашу молодежь. И вообще вот эта идеология терроризма, убийства, человека-ненавистчества, это всегда было чуждо нравственности и доброте человеческой. И мы также, иншаллах, будем молиться Всевышнему, чтобы наши потомки не забывали этого и всегда помнили с помощью вот таких же ученых, как и вы. Спасибо большое, что вы приехали, что приняли участие, что провели это важнейшее мероприятие именно на нашей площадке. И я желаю всем вам новых творческих вершин и успехов во всех богоугодных делах. Ассаляму алейкум, варахматуллах и ва баракату. Спасибо, Ильдар Жамилович. Уже с первого дня работы нашей зимнеисторической школы наши участники имели возможность ознакомиться с основными достопримечательностями Болгара, Болгарского заповедника. И сейчас я хотел бы предоставить слово Рамилю Рустемовичу Зиганшину, директору Болгарского историко-археологического музея заповедника. Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые участники Международной зимней исторической школы. Рад вас приветствовать от имени главы Спасского района Мухаммеда Фарат Вагидовича и от себя лично для музея исповедника и в целом, я думаю, для района проведения данного мероприятия на территории Исламской академии и посещения вами нашего Болгарского музея исповедника для нас это очень хорошо, потому что вы, как будущие ученые, историки, должны понимать, изучать и как бы для себя в голове уложить, что истории для нас это очень важно. Общение между собой вот в эти четыре дня, я думаю, вы очень друг с другом подружились, познакомились, уедете всех себе на родину после обучения и частичку вот этого всего мероприятия оставлять будете все на родине. Очень важно, что в честь месяц пятилетия Великой Отечественной Победы над фашизмом это мероприятие проходит в таком формате. Очень важно, что мы помним об этих войнах, история, наверное, эта война, она затронула каждую семью на этой планете, в каждую страну, хоть в малой, хоть в большой форме. Советский Союз, она в большой, как бы очень потрепала нашу страну на другом континенте, где-то поменьше, но все равно мы должны для себя сейчас как бы записать в головах, запомнить, что та политика, которая сейчас ведется на данный момент по навязыванию других исторических данных, это не должно пройти. здесь выслушав мнение, дискуссии друг друга, мы должны понимать, что история, она должна быть правдивой, как уже говорили наши коллеги. Я слушал ваши вопросы, очень они такие занимательные, интересные были, и ответы на них тоже были очень такие, так скажем, правдивые, честные, и от себя лично хотелось бы вам сказать, чтобы вы в дальнейшем настояли на том, что история не должна меняться, она должна быть конкретной, чистой и правдивой. От себя хотелось бы пожелать, чтобы данное мероприятие не было единым, одномоментным, точнее, чтобы все эти такие зимние конференции проводились не только здесь, на территории Таташтана, именно первые на территории Болгара, но и проводилось в других регионах, в других странах, чтобы вы почаще встречались, почаще общались и обсуждали другие темы. Желаю вам здоровья, благополучия, чтобы вы не теряли контактов между собой, чтобы вы, изучая историю и все остальное, добивались наилучших успехов. И вы видите, наверное, у вас на столах лежат желтые книжки, это вот вам подарки от музея-изповедника, чтобы вы помнили о нас, знали про нас и передавали своим друзьям, близким, родным, что здесь, на территории Татарстана, на территории Российской Федерации, в первую очередь, есть вот такой хороший музей. Я думаю, вам понравился наш музей, и вы посоветовали, чтобы они сюда приезжали к нам много-много раз, потому что наш музей очень большой, вы посмотрели только частичку музея, история очень богатая, это Северный форт-пост ислама, где здесь был принят ислам в 1922 году, вы уже слышали, принят он был добровольно, у нас истории богатые, хорошие, поэтому рады вас всегда видеть у нас в городе сделали для себя какие-то очень важные открытия, и самое главное, наша зимнеисторическая школа вызвала огромный интерес у всех участников нашего вот этого мероприятия, поэтому я хотел бы предоставить слово, если кто-то из студентов хотел бы выступить, какие-то слова сказать, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Я возвращаюсь к вам, уважаемые коллеги, почему я бы очень хотел, чтобы Айрад Габидович выступил перед тем, как мы перейдем к студентам. Дело в том, что буквально две недели тому назад президент республики Татарстан, ну какой, две недели, меньше, неделю назад президент республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов подписал свой указ о награждении группы ученых, возглавляемым деканом исторического нашего отделения, высшей школой исторической науки и всемирного культурного наследия Казанского федерального университета и одновременно директора института археологии Академии наук республики Татарстан о награждении государственной премии республики Татарстан в области науки и техники за 2020 год за цикл работ по включению список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия Болгарского городища и острова Града Свияж Руководителем этой группы является Айрат Габитович Ситников Пожалуйста Айрат Габитович Уважаемые участники зимней исторической школы я хочу вас поздравить с началом этого большого проекта завершая сегодня его работу мы начинаем большой проект связанный с реализацией тем которые будут в последующем представляться в формате различных летних зимних исторических школ которые реализуются как раз под эгидой Российского исторического общества и фонда истории отечества я поэтому с этим событием то что вы первые и участники хотел бы вас поздравить искренне что это вы являетесь участниками этого процесса спасибо и следующее хотел бы сказать что мне пришлось дистанцию наблюдать как проходят вебинары слушать ваши вопросы выступления и сегодня также я наблюдал искреннюю живую заинтересованность и тот неподдельный внимание к тем острым и интересным сложным вопросам связанных со втором мировой войны и хотел бы также обратить внимание на то что начало этого проекта это включение вас и вас в ее реализацию и я в сегодняшних ваших предложениях тоже услышал для себя наверное очень важный результат этой школы на что я хотел бы обратить внимание и Ромир Ильич об этом уже говорил это формирование вами проектов связанных с реализацией этой исторической школы у вас сложилось здесь безусловно новая атмосфера новое товарищество и мне кажется вы могли бы нести новые подходы новые идеи ваши мысли которые можно было учесть они сегодня уже прозвучали поэтому я хотел бы завершая это именно начать работу к следующим нашим встречам мы были бы заинтересованы если бы со стороны участников сидящих здесь или участвующих были бы какие-то предложения что им интересно что бы они сами хотели бы организовать и это стало основой живого работы которая рождается и реализуется именно в таких коллективах искренних людей которые хотят этим заниматься изучать слушать поэтому эта атмосфера которая здесь вознилась я ее прочувствовал мне кажется может быть я не прав но я хотел бы чтобы эти ваши предложения идеи они стали реальностью и воплотились в те работы которые будете в дальнейшем реализовывать поэтому еще раз вас поздравляю с этой работой с этой атмосферой и теми результатами которые у вас здесь сложились поэтому мои самые добрые пожелания успехов здоровья и всего-всего наилучшего спасибо а теперь мы предоставим слово нашим студентам всем добрый день меня зовут Эльвира я магистрант первого курса института международных отношений и первое что я хочу сказать это естественно поблагодарить вас всех что вы здесь собрались несмотря на то какой был этот год поблагодарить лекторов профессионалов своего дела также хочу отметить что несмотря на то что мы все проповедуем разные религии у нас у всех разное мировоззрение как только мы приехали сюда мы чувствовали гармонию и доброту и нам казалось что будто бы нет вообще никаких конфликтов в мире именно в этом месте на этой площадке мы почувствовали спокойствие вот поэтому спасибо что болгарская исламская академия который раз принимает нас здесь и дает надежду на то что в мире действительно будет спокойствие изучая национальную идентичность точнее трансформацию национальной идентичности выступает такой вопрос где грань между отстаиванием своих границ и грань между агрессивным национализмом многие люди многие ученые которые изучают этот вопрос утыкаются в эту проблему также этим же вопросом задаются люди которые не разбираются в международных отношениях или в политике они обращаются говорят слушайте знаете я вот человек совсем не в политике и я точно никак не смогу поменять этот мир никак не смогу сделать так чтобы что-то изменилось к лучшему и я надеюсь что в этой школе мы все поняли что мы разные студенты из разных стран сейчас с вами общаемся без конфликтов поддерживаем друг друга выслушиваем мнение и понимаем что именно в период глобализации сейчас поддерживать такие контакты это необходимо и очень важно также плюсом этой школы мне кажется выступило еще то что здесь помимо того что присутствуют бакалавриаты есть еще и магистранты и то есть для магистрантов профессора и ученые которые здесь сейчас выступали это как некий идеал стремления к тому кем мы бы хотели стать в будущем для бакалавриата это скорее всего еще один шанс подумать кем они хотят стать в будущем действительно в каком направлении двигаться и что изучать в дальнейшем поэтому спасибо вам всем огромное что предоставили такую возможность поучаствовать в международной школе она была действительно теплой во всех смыслах этого слова и я надеюсь что в следующий раз она продлится дольше потому что мы уже сегодня начали скучать друг по друге потому что ну не успели до конца еще насытиться общением друг с другом вот на этом все спасибо спасибо большое ну что ж уважаемые участники нашей зимней школы уважаемые организаторы нашей международной зимней исторической школы гости нашего нашей школы на этом мы завершаем церемонию закрытия нашей международной зимней исторической школы хотели бы еще раз поблагодарить всех наших организаторов ваших позиции